Всем привет! Сегодня у нас будет видео книжки хорошие, добрые для детей от психолога, да? Так как я психолог, какие книжки хорошие, которые мне очень нравятся, я выбрала для своей дочери, которые ей очень безумно нравятся, я прям best of the best выделю вам сначала. У меня здесь 4 книжки, и авторы довольно-таки неизвестные, возможно, но в психологических кругах где-то, ну, кто такой литератур интересуется, интересные. Книжки, чем хороши эти? Это моя прям best золотая подборка. Я вообще всегда, я вижу где-то рекламу, мне какие-то рекомендации в интернете выпадают. Я на такие книжки всегда ведусь. Это определенные серии, там не одна книжка, их несколько еще есть, которые я вам буду показывать, можно еще дополнить, они могут быть в вашей коллекции. Но вот эти авторы, вот эти серии книг, я прям рекомендую палец вверх. В чем плюс этих книг? Они учат выражать, по отдельности о каждой, я потом расскажу, но смысл такой, что ребенку помогают, учат правильному ориентации на свои чувства и эмоции, понятия себя, своих переживаний и так далее, и выражению того, что он хочет сказать, донести эмоции, чувства. Вообще, это очень сильно хороший, это очень классный такой задел на будущее для ребенка, для его развития, вот социуми в обществе, в садике, в школе и так далее, контакта с миром, с людьми, выстраивать связи и тому подобное. В общем, это книжки, просто ни к чему не прикопаешься. Первая книжка, самая любимая у моей дочери, вот эта книжка просто огонь. Моя первая книжка Елена Ульева, «Я побеждаю страхи», энциклопедия для малышей в сказках, издатель «Феникс Премьер», покупала на Вайлдберрисе, книжечка тоненькая, а потрясающе красивые картинки, яркие, просто суперские. Крупный текст, когда ребенок постарше будет, начнет читать, он может сам это читать, но к тому времени, возможно, это уже будет не очень ему интересно. Вот такие истории, у нас листик на страничку, я вам сразу прочитаю главление, это мама меня сразу, папа поймут по содержанию, зачем я эту книжку, да, покупала. Сказка «Медвежонок, который боится спать один, боится темноты, котенок, который боялся воды, птенец, который боялся высоты, боялся летать на самолете, боялся, что его обидят, боялся идти в школу и тому подобное». Это страхи детей. Это книжка, дети вообще сказки могут слушать в среднем, да, усидчивость, вот это их приходит, два с половиной, ближе к трем годам, когда идти в садик, сказки на ночь тогда появляются. В общем, это страхи. Это книжка на 3-4 года примерно, потом может быть не очень интересно ребенку, это потрясающая книга, она очень красивая, яркая. Один минус, пока я ее читаю, дочка уснуть не может, она разглядывает со мной рядом, лежит картинки, открыв рот. Эта книжка заучена, да, дыр здесь не так уж и много историй, они очень короткие. Порой бывали вечера, что я за полчаса прочитала всю эту книжку, ей она не могла уснуть, потому что это очень интересно, это классно. В жизни отражается идеально. Многие страхи реально у ребенка уходят, вопросов вот этой проработки страхов каких-то не возникает. Эти книжки всплывают потом у нее в голове, когда она встречается с какими-то страхами и вопросами, а также книжки было. В общем, вот так классная подсказка на жизнь. Следующая книжка, которая мне больше нравится, мне ей, это Екатерина Кес, Азбука чувств и эмоций, тоже Феникс премьер издательства. Это книжка о лисенке, там представлены разные истории, здесь она тоже, видите, очень красивые красочные картинки, потрясающее качество, просто бомба. Если бы мне такие книжки подарили ребенку, родственники, знакомые, было бы круто вообще. Здесь ждет уже повествование, вот, кстати, автор тут фотографии есть, здесь идет повествование, она, вроде, кстати, психолог, не помню, что про нее читала. Это правильная литература. Здесь идет повествование о лисенке, о его семье, папа, мама и сестренке у него есть, чувства и эмоции тоже, да. Сейчас я вам зачитаю содержание, оглавление. Когда я беспокоюсь, когда я сержусь, когда я боюсь, мне грустно. То есть, это именно отчастливые эмоции, которые переживает ребенок, с которыми, может быть, родители не могут ему что-то объяснить доходчиво. И в таких примерах, в сказках, в историях, когда я стесняюсь, когда я завидую, когда я разочарован, например. Это понять, понять свои эмоции, что ты сейчас переживаешь, чтобы их не бояться, не фрустрироваться, не закрываться, не подавлять. Очень полезная книжка. Даже я читаю эти книжки, подумала бы, не надо походу написать какую-то свою для ребенка и отдать в публикацию. Честное слово. Очень классная идея. Вот, например, когда я стесняюсь, здесь есть вот такие пунктики выделенные. Когда я стесняюсь, например, как бы, как сказать, вывод определенный. Со мной все в порядке, все будет хорошо. У меня все получится. Это фраза, которую можно мама, типа, тут ребенка учит для того, чтобы ты был в себе больше уверен и не стеснялся. Или я тоже хочу играть, возьмите меня в игру. Можно с вами поиграть. То есть, когда ребенок стесняется, он может с такими фразами подойти к своим знакомым, друзьям, вступить в контакт. Не в каждой здесь сказки такое есть, но все равно. И вот еще тест даже есть. Но для детей постарше, на 5-6 лет. Тест, какой ты друг, например, сложи цифры в скобках, выбранных тобой, вариантов, узнай какой ты друг. Ответ на вопрос. Как хорошо ты понимаешь свои чувства, если тест. Это вообще, ну, чистая психология, конечно. Два теста. В общем, очень интересно. Здесь об авторе. Екатерина Кес, клинический психолог, практикующий, детский семейный психолог, основатель образовательного центра, позитивные решения для родителей. Рекомендую. Это дело, говорит женщина точно. Все как, скажем так, в институте по науке учили, клиническая психология, все так оно и есть. Следующая на третьем месте, очень тоже любимая у моей дочки, она для дочки на втором месте. Вот эта сказка, книжка. Она есть еще немножко в других вариантах, там другие истории, я тоже думаю докупить из этой серии. Детский этикет в сказках. Елена Ульева. Так, у меня для нее. Вот первая книжка, вот вторая. Вот у дочки вот эти два фаворита. Первая про зайчика обложка, вот эта вот следующая. Ульева ей больше всего нравится. Добрые дела, иллюстрации Виктории Курчевой. Это уже Клеер. Клеер, кстати, классное издательство для детей, они хорошие книжки туда публикуют всякие. Здесь тоже идут сказки. Здесь очень классно, здесь именно родителю или воспитателю можно контактировать с ребенком. Здесь в конце всегда заданы темы для вопросов, ребенка. Как бы ты себя повел в такую ситуацию и тому подобное. Сейчас я вам... Здесь просто именно сказки про какого-то животного, какие-то действия конкретные, как он поступил, там ссора, например, между друзьями разбирается. Вот, например, сказка «Отзывчивый». Да, вот Клеер, здесь цветочек учит каждая сказка, вот это отзывчивость. Каким-то выражением опять чувствую эмоций. Например, берем сказку про ссору. Тут слон с обезьяной, короче, поругались, менялись хвостом и хоботом. Вот в конце книжки, в конце истории этой. Вопросы красным выделены, которые ты можешь задать ребенку. Например, почему расстраивался слон? Из-за чего грустила обезьянка? А как они могли помочь друг другу? А ты когда-то выручал своего друга? А как бы ты поступил там в такой ситуации, чтобы ты сделал там на месте слона? И в итоге, очень классно, урок доброты. Задание идет. Вот по сути, это прямо как у психолога. Домашнее задание. Например, оглянись вокруг, спроси у себя, кому и чем я могу помочь? Все мы разные, это прекрасно. Среди нас есть ребята, чьи возможности здоровья ограничены. Они не могут обходиться без посторонней помощи. Не оставайся в стороне, если кому-то нужна твоя помощь. Понимаете, да? Это очень важный момент. У нас в стране, в России в частности, да, я говорю, инвалидов не существует, потому что они сидят по домам. Дети, родители неправильно своих детей учат этой теме. Они просто учат тому, что их нет, и проблемы не существуют. И надо учить тому, что это нормально, это окей, у всех это может быть. И когда-то с кем-то может приключиться любая болезнь, несчастье и тому подобное. И этим людям надо помогать. Вот, например, тоже почему мышонок перестал дружить с котенком. Про дружбу это было. Как они вернули свою дружбу. Урок доброты. Вспомни, были ли случаи, когда ты перестал с кем-то дружить из-за того, что кто-то тебе сказал, как что-то сделать. Выбирай друзей сердцем. Сделай открытки своим друзьям. Нарисуй то, что они любят. Им будет приятно. Но эта книжка на 5-6 лет, когда может ребенок самостоятельно выполнять такие задания. Задания я с дочкой не выполняю, но она мне прекрасно слушает. Она вообще кайфует. Тащится, она обожает отвечать на эти вопросы. Просто пушка. И последняя, четвертая книжка это сказки-минутки. Это уже на каждый вечер. Это уже не прям такая психология, но из сказок, которые наши классические, которые я разбороделала в видео, это более-менее такие сказки добрые, интересные, такие забавные, я бы сказала. Сказки коротенькие, прям сказки-минутки перед сном. Очень плохие. Тут уже не такая глянцевая идет печать, матовая. Но вот картинки тоже классные. Герои всех из сказок нарисованы. Прикольные такие, знаете, с юморком, такие образы хорошие. Иллюстрация очень красивая. У меня ребенок обожает. Она визуал, она в принципе обожает разглядывать картинки, прям замирает. Здесь еще есть забавные сказки и такие, знаете, я бы сказала, очень серьезные сказки. Они очень... В этих сказках детям, может, не всегда будет понятно, но у них очень серьезный заклад идет внутри. Серьезные вопросы важные задеваются. Для взрослых порой подумать, не только для детей, но без какой-то понажевщины, насилия, трешака, которые в сказках классических. Вот сказки сейчас окажу вам. Ой, я читала сама, мне самой было интересно, честно говоря, смеялась. Как ослик, ежик и медвежонок встречали Новый год. У них не было елки, как вкратце расскажу, картинки, как они встретились, елку пошли в лес рубить, снегу застряли. Новый год без елки не наступает. В итоге они поднарядили ежика, вот он, поставили на стул его, ждали 12 часов на сломанных часах, где кукушка не вылазила. На ежика надели шарики елочные, потому что елку-то они не достали, в лесу не срубили, потому что в снегу застряли. Вот он наряженный стоит, улыбается. На кино вообще, вот он счастливый, помочь своим друзьям. Просто я хохотала, читала, реально прикольная сказка. И в итоге, сейчас вам покажу страничку перелист, все в иллюстрациях таких приятных, красивых. По итогу, вот оно висели, да, ежик угорает. Друзья его срубились, уснули, а он стоял, как елка, и не знал, спать ему ложиться. Как, типа, елка же спать лечь не может, он бедняга до утра стоял, держал эти все шарики, веселил, а-ля своих друзей. В общем, это у нас сказки, минутки на каждый вечер. Кто здесь у нас автор? Так. А, это Росман. Это издательство Росман. Автора, как такового нет. Это сказки разных авторов. Да. В общем, это сборник сказок. Вот так он выглядит, посмотрите. Хороший тоже. Мне очень нравится. Такие сказки коротенькие. В общем, это моя подборка. И вот, честно скажу, мне очень, особенно моей дочке, нравится Елена Ульева. Вот, кстати, тут ее есть фотография. Это прям best of the best. Прям вообще, вот, не то, что не надо предлагать ребенку, пойдем почитаем. Не отстанешь, она думает, мам, мне все-таки, давай читать про зайца. Это просто, вообще-то, лучше. Дадыр зачитан, она знает все сказки наизусть, все равно просит их читать. И читает иногда сама. Привет. Я вас всех приглашаю на участие в моем марафоне по отношениям мужчин и женщин. Марафон будет у нас длиться, как всегда, 4 эфира, месяц. Также у нас будет поддержка чат для общения в WhatsApp, где вы можете задавать свои вопросы, делиться тем, как у вас идет течение прохождения марафона, выполнения заданий психологических, которые я даю в эфире, обсуждения их, поддержка, самая главная поддержка других девушек, кто в этом сообществе состоит в чате. И, естественно, я всегда даю свои комментарии в чате, отвечаю на ваши вопросы. Вы можете туда писать ваши индивидуальные вопросы по поводу ваших каких-то конкретных ситуаций или что возникает во время выполнения этого марафона. Ну, о марафоне самом, да? Первый эфир у нас стартует 2 сентября. Эфиры будут по четвергам. 4 эфира, 4 разных тем. Вы узнаете в ходе марафона, что такое здоровые отношения, между мужчиной и женщиной. Почему у меня срабатывают установки не на тех мужчин или я попадаю не в те, в проблемные, трудные, сложные отношения с мужчинами и каждый раз нахожу одних и тех же, с которыми не получается. Также у нас будет обязательно затронута тема токсичных отношений, причины этих токсичных отношений и вы узнаете, как в них не попадать. Также тема будет затронута того, а как идеальный, как мне встретить идеального мужчину, образ этого, я помогу вам создать образ этого идеального мужчины для себя, как к этому образу прийти и встретить по этому образу и подобию своего идеального мужчину, который вам будет подходить. И также, а как, когда я встретил идеального мужчину, как сохранить эти отношения, как правильно взаимодействовать, где расставлять личные границы, где заканчивается мое я и начинается наше общее с ним. Вот эти все важные вопросы будут на нашем марафоне, который продлится 4 недели весь сентябрь. Со 2 числа стандартует наш марафон. По поводу оплаты. Стоимость марафона 2000 рублей, как и в предыдущий раз. Девочки остались очень довольны, им понравился результат. Мне это очень приятно, и поэтому по их запросу, по сути, по их желанию я написала и второй марафон. Я оставляю свою почту под каждым видео. На почту вы мне можете написать просто письмо с темой письма «Марафон отношений». И напишите «Я хочу участвовать». И я вам вышлю инструкцию по поводу оплаты участия в марафоне. Все очень просто. Внести оплату можно в течение всего этого месяца и также после старта марафона еще несколько дней в сентябре, потому что вы можете все равно подключиться и в записи посмотреть парочку первых эфиров. Подключиться потом все равно тоже можно будет. Спасибо всем за внимание. Теперь переходим в просмотр. Это классно. Потрясающие книжки. Я вам всем советую. Ссылки как будто рекламу пожалуй не буду на них оставлять. Я вам все активно рассказала, кто что издавал как автор и вы найдете в интернете. Все эти книжки есть на Wildberries. Я там заказывала. Пишите ваши комментарии. Может вы с этими книжками если встречались, вы их покупали. Расскажите ваше мнение о этих книгах. Я думаю не может быть плохого мнения, потому что они абсолютно адекватные. Я считаю идеальные книжки для возраста, дошкольного. Просто супер. Может у вас какие-то рекомендации тоже пишите. Спасибо за внимание. Всем пока.